Через тернии к звездам у членов экипажа МКС начинается комплексная тренировка. Какие испытания ждут космонавтов, расскажет прямо сейчас моя коллега Елизавета Хромцова. Основной экипаж 49-50 экспедиции на МКС. Это два россиянина, Сергей Рижгов и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Шейн Кимбру. Сегодня они работают на тренажере российского сегмента МКС. Мы можем сейчас видеть этот тренажер и даже видно, как космонавты сейчас совещаются перед началом работы. Вообще, как происходит экзамен? К этому столу подходит экзаменационная комиссия, к ней выходят трое космонавтов и перед ними лежат, как и на любом экзамене, билеты. Но особенность их в том, что они запечатаны и команда, когда вытягивает свой билет, не знает, какое задание их ждет на выполнении. Ведь каждая нештатная ситуация для них должна быть неожиданностью, поэтому просто все три члены экипажа расписываются на этом документе. Ну а затем уже сотрудники Центра подготовки космонавтов оглашают им, какая именно сейчас наступает нештатная ситуация. 23 сентября этого года полетит эта команда. Они еще год назад выбрали для себя позывной. Это фавор, это святая гора в Израиле. Вместе они решили выбрать такой позывной для своего полета, который продлится полгода. Ну и кроме того, уже известно, что они возьмут с собой в космос в качестве индикатора невесомости. Космонавты всегда берут с собой небольшую игрушку, которая при наступлении невесомости поднимается в воздух, и она весь полет сопровождает их в качестве такого талисмана. И вот сегодня нам экипаж рассказал, что уже это будет за символ. В качестве индикатора невесомости решили взять перспективный транспортный пилотируемый корабль ПТК-НП. Вернее, его модельку, конечно. Пусть это будет его первый полет в таком миниатюрном виде, но с прицелом на будущее. Командир экипажа Сергей Рыжиков отправляется к звездам впервые. Самый опытный член команды это Андрей Борисенко. У него 164 дня налета. Для Шейна Кимброу у него 16 суток налета. Это будет первая длительная экспедиция. Я сказал, что несмотря на то, что два года велась работа, абсолютно полностью нельзя сказать, что вот есть ощущение полной подготовки. Ведь это всегда очень волнительно. Более полусотни экспериментов предстоит за полгода выполнить этому экипажу на борту МКС. В том числе будут совместные российско-американские эксперименты. Вот сейчас мы можем увидеть, как, собственно, проходит работа. Вот сейчас космонавты еще пока что изучают документацию. Скажите, пожалуйста, а тренировка еще не началась, правильно? В какой-то мере началась. В какой-то мере. То есть еще не штатных ситуаций еще не наступило. Нет, вот и пока что все спокойно на борту. Вот мы видим, что здесь несколько десятков человек сейчас работают. Понятно, что вот те два года, которые ведется подготовка к полету, это огромный труд не только экипажа и тех людей, которые готовят корабль, но и всего огромного центра подготовки космонавтов здесь, в Звездном городке. Мне остается также добавить, что сейчас параллельно проходит тренировка дублирующего экипажа. Они сегодня работают на тренажере, который имитирует транспортный пилотируемый корабль. И завтра оба экипажа поменяются тренажерами. 2 сентября станет известно, как же они справились с экзаменом, допущены они к полету или нет. Ну а старт намечен на космодроме Байконур на 23 сентября.